МАЦЕСТО Добрый день, Алексей. Как долго курорт был в запустении? Я не могу сказать, что палеологический курорт МАЦЕСТО. Не могу сказать, что он был у нас в запустении. С самого открытия, а открытием принято считать 15 сентября 1902 года, курорт развивался и пользовался популярностью у наших граждан. Конечно же, были тяжелые времена, и Великая Отечественная война оказала свое влияние, и 90-е годы, и наше время оказывает огромное влияние на выбор отдыха у наших граждан. Но, тем не менее, палеологический курорт никогда не стоял и, по всей вероятности, не будет. Действительно ли МАЦЕСТО стратегический объект, и какие задачи ставит руководство перед МАЦЕСТО? Ну, если мы посмотрим на герб города Сочи, то мы увидим в центре герба тот самый знак огненной воды. Именно поэтому МАЦЕСТО принято считать сердцем курорта. МАЦЕСТО уникально. Аналогов нашему сероводороду нет нигде в мире. Только здесь свободные частицы сероводорода активно проникают в кровь, и, достигая очага поражения, лечат патологию изнутри, повышая на местном уровне иммунитет и активизируя кровообращение. Сегодня МАЦЕСТО – это 120 ванных установок. У нас функционирует 12 скважин, 600 тысяч процедур в день, 600 тысяч процедур в год мы отпускаем, и порядка 60-50 тысяч пациентов лечатся от недугов в год. Поэтому МАЦЕСТО является стратегическим объектом, и на работе МАЦЕСТО завязана у нас работа крупнейших санаториев. В настоящее время наша команда под управлением Елены Валерьевны Шубкиной предпринимает эффективные действия для развития курорта на территории Краснодарского края и всей России. Мы работаем с турфирмами, санаториями, врачами частной практики. Создаем новые программы, например, спортивная программа, которая получила отлик уже у большинства пациентов. Специальные предложения. В этом году, в новом сезоне летний, мы ожидаем большого количества пациентов, в том числе будет более молодое поколение россиян, которые буквально недавно узнали о МАЦЕСТО и впервые приедут к нам. Также мы ожидаем иностранных граждан. Скажите, как вы считаете, вам нужна дополнительная реклама, или вам хватает тех отдыхающих, которые уже к вам приезжают на лечение? Как говорится, всегда мало, но рекламные каналы у нас задействованы максимально. Мы используем маркетинговые коммуникации повсеместно. Развиваем мы на территории края. У нас специальное предложение для жителей Сочи и Краснодарского края. Все они могут приехать со скидкой и 20% принять процедуры. У нас льготы предусмотрены для различных категорий граждан. Это и дети, и ветераны Великой Отечественной войны, и студенты, и люди с ограниченными возможностями. И, конечно же, мы работаем, привлекаем людей. Надеюсь, что этот год будет лучшим за последние. Дмитрий, ну и понимаете, всех же волнует вопрос цены. Если можно, хотя бы, ну не знаю, минимальная цена, минимальные суммы, которые нужно потратить в Мацесте. Для начала скажу, что Мацеста – это крупнейший бальниологический курорт, который находится в России. И предлагает стоимость гораздо ниже, чем зарубежные аналоги, предположим. Как я сказал, Мацеста уникальна, и нигде вы не найдете такого сероводорода, как у нас. Мацестские процедуры стоят от 780 рублей за общие ванны. Кстати говоря, помимо сероводорода, наши пациенты могут воспользоваться уникальной процедурой. Это юдобромная вода, обогащенная радоном, созданная на базе собственной радоновой лаборатории. Эти процедуры оказывают более щадящее воздействие, но показаны при том же спектре заболеваний, что и сероводородные ванны. Стоят они также 780 рублей. Показаниями для лечения на Мацесте являются заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кожных заболеваний. Особое внимание мы уделяем лечению женских заболеваний бесплодия и послеожоговой терапии. Эти процедуры у нас стоят от 480 рублей. И, конечно же, у нас предусмотрены различные скидки, работают у нас акции. То есть человек единовременно может получить скидку до 35% от этой стоимости. Спасибо, спасибо большое. Помимо процедур мы предлагаем проживание на базе наших санаториев. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, спасибо большое. С нами из Сочи был руководитель проектов бальнеологического курорта Мацеста. О лечебном отдыхе мы продолжим разговор в следующем часе. А уже совсем скоро факты мнения. Продолжение следует...